всем привет маленький опрос кто использует очереди не все да вот я тоже думаю что все никто не хочет руки подымать мы тоже используем вот но до того как мы написали подкил нашу мы использовали но для для совсем другие для совсем другим задач собственно предпосылки появления fastq в очереди у нас была задача от нашего бизнеса полностью переработать нашу страничку заказа доменов где происходит проверка этих самых заменах раньше у нас это происходило не очень хорошо с помощью такого скрипта типа демона который работал в один поток вообще очень плохо работал он был даже написан типа на any event вот но нифига не работал в итоге все представляло достаточно жалкое зрелище и мы захотели это изменить и написать свою очередь а почему почему собственно своя очередь во первых компания ригру внутри обладает очень сложной нетривиальной логикой внутри компании ригру код обладает очень сложной логикой проверки доменов там все очень нетривиально очень много логикой кода и все это положить на какую-то стороннюю очередь но очень сложно также у нас было желание управлять полностью наши очереди мы хотели и как-то программировать чтобы она работала так хочется не заморачиваться не мучиться диплоем всяких странных очередей типа например zero мкью или еще какую-то мкью и так далее так далее хотели очень простое решение которое просто работало и не отвлекал нас от программинга собственно все существующие решения которые были которые мы посмотрели их нужно было либо допиливать под нас затратите зарядное количество времени либо они просто нам не подходили под наши требования далее у нас есть в команде руби программисты вот они говорят что есть у нас великолепные руби у которого есть свои очереди вот рейлс rescue рейлс сайт кик и они написаны собственно руби используют радис и это стало нашим выбором радис как хранилища данных об очереди вот ну и вообще почему бы не написать что-нибудь свое велосипед всегда приятно в итоге что у нас получилось здесь я перечислил дальнейшие темы о которых я расскажу получилась очень классная штука и давайте начнем со схемы как она работает работает она предельно просто у нас есть различные скрипты демоны где исполняется некий код и происходит постановка заданий в очередь и получение результатов из этой очереди этот код работает с радис в радисе хранятся все сами очереди какие-то внутренние данные счетчики и куча всяких других вещей и с радисом же работают серверы исполнители которые ходят в радис забирают задания их исполняют и обратно туда кладут результат также есть еще за это отвечает demon fastqp также есть еще demon fastqmain он отвечает за перекладывание заданий из состояния в состояние из одной очереди радис 1 из одного списка радис ну в общем такая технологическая такая штука чисто технологическая и плюс она еще пишет всякие всякую статистику статистику следит за консистенцией данных и так далее ради с быстрой на же постки но майской мы используем mysql но для быстрой очереди моя сколь совсем как-то не серьезно вот так быстро это не знаю насколько high load но нам хватает сообщено у нас доходит до 6 но нам хватает и все разговаривали что сколько успевать обработать в локере но вот у нас есть нет не купится у нас есть один сервер почтовой которую где работает демон для почты отправляет он порядка 70000 но там на самом деле не сложно код нет но радис почему потому что наша очередь не должна терять задание а радис позволяет это осуществить то есть радис все свои данные пишет на диск и процент потери данных он минимален а это для нас очень важно то есть там критичные задания которые нельзя потерять например мы ее используем для обработки для работы с платежным системам на всякими этом банковскими карточками процессингами и так далее так далее то есть когда пользователь идет на процессинг приходит обратно к нам и ждет результата процессинг это все у нас крутится в очереди вот взаимодействие с этим процессингом мы запрашиваем у него когда там он этот платеж обработает даст нам результат мы показываем пользователю ну вот это кто по поэтому это данные критичные и радис был выбран по двум причинам он быстрый и он не теряет данные вот собственно все да нет распределенной . не но если радис упадет то учить тоже не будет работать ну да лежит но это уже когда падает радис это авария и страдает очень много всего поэтому радис не должен падать поэтому у нас есть ну товаре это не не штатная ситуация которая на который нужно как-то реагировать там отдельными вещами да 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 до моим чекер помнишь нет не по 6 заданий очереди 6 заданий в секунду поступает в очередь максимально ну да ну может и неправильно логи смотрел статистику наш может и больше но пиковые есть нами какие-то вот ну много но достаточно нам хватает чего есть да 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 но об этом заботится рейдис это его задача это бойца сохранение данных очередь об нет а это потому что мы никуда не опираемся пока у нас не хайлоуд да да ну потеряется ну ничего не что сделать клиент клиент позвонит службу поддержки моему оплачивать помечен как оплачено ничего сложного но так как так как это рейдис то у него есть возможность такая сохранение данных в случае там его падения как вот или очень важно давайте дальше код как это выглядит собственно у нас в ходе класс fastq создает объект объект бэкэнда у которого есть всего несколько методов публичных а вот вторая строчка это собственно сам таск я об этом попозже расскажу бэкэнд может поставить задание в очередь получить результат получить результат с блокировкой на определенный тайм-аут и получить все результаты которые мы запрашиваем тоже блокировка что значит получить результат без блокировки это просто обратиться в нашу очередь посмотреть есть ли результат есть нет то ничего не вернуть или андеф я не помню честно говоря получить результат с блокировкой это значит ждать результата определенное время которое написано в этой переменной тайм-аут все очень просто об этом позже задача task мы для себя определили несколько правил которым придерживается эта задача каждая задача лежит в одном модуле fastq task someclass вот someclass это собственно название этой задачи класс этой задачи вот и в этом модуле лежит весь код вся логика и куча других всяких вещей мы определили что у нашей задачи есть уникальный ID что представляет из себя этот ID это может быть любая строка ASCII по-моему только ASCII а нет или даже не только ASCII нет наверное все-таки только ASCII но любая строка что это позволяет нам сделать то есть это у нас не какой-то там хэш или какое-то уникальное совсем уникальное значение вот это позволяет получить вот задание мы отправили в очередь это задание выполнилось и ждет определенное время оно лежит в очереди и ждет когда его заберут в это время в это время случилось так что ну вот например на примере проверки доменов мы запросили на проверку один домен он ушел в очередь проверился и ждет часа когда его заберут из очереди чтобы отдать пользователю вот в это время другой пользователь этот домен забрашивает а у нас уже в очередь лежит по этому айдишнику который является именем домена лежит результат уже в этой очереди мы его оттуда берем и отдаем клиенту без каких-либо действий вот то есть получается уникальный такой айди который генерится там с помощью кода который находится в этой очереди вот он позволяет сделать такой самый простой очень удобно кеширование результатов далее наша задача может отдавать один или несколько результатов специфика проверки доменов говорит нам что есть доменные провайдеры которые могут проверять когда ты проверяешь один домен в какой-то зоне они могут проверять домены сразу в нескольких зонах и отдавать этот результат вот и поэтому когда мы в очередь кладем задачу на проверке одного домена вот мы запрашиваем этого провайдера он нам дает результаты на несколько доменов с таким же именем но в разных зонах мы этот результат отдаем и айдишниками этих результатов он равен айдишнику задачи айдишниками этих результатов как раз будет эти домены и у нас получается что другие запросы другие задачи которые кладутся в очередь на такой же имя домен но в других зонах уже имеет в кэше результаты мы уже отдаем не запрашивая провайдера то есть минимизируем количество коннектов к провайдеру запросов к провайдеру и так далее очередь задачи может заменять другие задачи когда мы отдаем результат этой задачи мы можем там сделать таким образом чтобы инициировать выполнение других задач с другими айди вот либо заменять их либо создавать их это тоже позволяет очень минимизировать всякие запросы к различным сервисам ну в общем такая штука классная вот и и очень нам нужная сама задача может иметь три она имеет три состояния даже не три четыре то есть первое состояние когда ее вообще нет второе состояние когда она кьюет то есть она находится в очереди и ожидает исполнение следующий статус прогресс когда задача взята каким-то из наших обработчиков этих заданий и она меняет этот статус на in progress и она выполняется то есть другие другие сервера на других серверах другие обработчики они знают что задача выполняется вот ее не трогают и фейл состояние когда задача сфейлилась по различным причинам это может быть или каком-то дай в коде или еще что-нибудь или да либо может быть сам сама логика выдал такой результат из этого состояния по определенным параметрам мы можем это задание задачу это переместить в состоянии кьюет то есть заново ее запустить и заново отдать на исполнение то есть если у нас например запрос какой-нибудь провайдера зафейлился например у нас нет к нему коннекта мы это задание фейлим вот а у него в настройках например написано чтобы оно после фейла подождало там секунд или минут несколько минут несколько секунд и заново началось исполняться также там можно настроить лимит этих фейлов то есть сколько раз может задание зафейлиться пока она не вообще не уберется не удалится про кеширование собственно я сказал ну еще раз когда задача выполняется после выполнения она получает какой-то результат с айдишником самой задачи или несколько результатов с различными айдишниками они могут ждать в очереди определенное время это все настраивается настраивается вот здесь в этом коде ну задача пожалуй все собственно как сама очереди строит устроена сколько у нас их что такое очередь очередь у нас название очереди выглядит следующим образом это название класса задачи и под очереди название под очереди в чем фишка почему у нас есть одна очередь в которую кладутся задания с таким же именем фактически с таким же классом но еще есть некая под очередь которая которая определяется при создании задания этого когда мы объявляем task new мы туда передаем какие-то по определенные параметры и таким образом мы можем влиять на это этот под очередь какой она будет эта штука тоже очень нужная потому что почему почему я объясню чуть попозже когда мы будем рассматривать конфигурацию ну собственно каждую очередь можно выполнять в отдельном процессе можно одну очередь выполнять несколько процессов в общем любые возможные конфигурации вот если у нас там задач много на одну очередь то мы добавляем туда можем добавить процессов побольше можем подключить еще какой-нибудь сервер в общем любые возможные конфигурации да собственно в какую очередь попадает задача она сама определяет по своему имени класса и по бизнес по бизнес логике самой задачи она определяет subq может определять она может быть одним может быть несколько этих подочередей под очередей теперь вот собственно по конфигурации здесь мы видим обычный yaml файл в котором описаны сервера вот я в этой конфигурации дал пример сайта mygallery которая например получает от пользы какие-то картинки и что-то с ними делает в очереди вот вот у нас есть два сервера имидж один mygallery и имидж два галлеры которые обрабатывают эти картинки в каждом сервере может быть группа серверов так называемые batch batches группа серверов в этой группе серверов группа процессов в этой группе процессов мы описываем сколько этих процессов будет вот воркерс 10 воркеров которые обрабатывают очереди собственно имя различные параметры вот restart after end jobs это через сколько заданий мы можем рестартануть процесс будет рестартоваться вот и список очередей вот собственно класс задачи у нас images и звездочкой обозначается под очереди то есть здесь выполняются все очереди все под очереди классы images и также у нас есть image 2 сервер и здесь то же самое те же самые настройки вот и этих серверов может быть естественно огромное количество вот сколько нужно вот такое масштабирование вторая конфигурация как раз объясняет зачем нужны под очереди предположим у нас есть магазин shop.ru и у него есть сервер обработки каких-то заказов то есть он что-то там долго синхронно делает и у нас здесь есть две очереди одна очередь order normal другая order vip и задания из этих очередей берутся вот настройка order in normal позволяет задать порядок взятие заданий из очереди вот у нас есть список очередей и когда воркер берет задание он сначала берет его из order vip это у нас типа vip заказа которые должны быть очень быстро исполнены вот и потом уже обращает внимание на очередь normal и берет оттуда заказы то есть одна задача обработки заказов у нас может быть может обладать различной логикой то есть какой-то заказ мы можем обработать быстрее другой медленней и в зависимости этого мы вот нашу очередь таким образом можно сконфигурировать чтобы это бизнес логика сохранялась чтобы мы наши заказы обрабатывали виповские заказы обрабатывали гораздо быстрее чем остальные были они у нас приоритетнее вот магазин у нас маленький потому что у нас всего один сервер вот и как-то так ну и третья конфигурация говорит о том что в одном в одной группе воркеров может выполняться все различные очереди допустим вот у нас это же магазин есть сервер миск который выполняет всякие разные задачи то может быть генерация каких-то отчетов или там уведомления топ-менеджеров о каком-то событии мы можем здесь в списке очередей указать кучу всяких задач заданий которые выполняют наши работники и все будет хорошо теперь статистика статистика штука очень важная потому что нам надо понимать что происходит с нашей очередью например к нам может прийти какой-нибудь злой человек и начать натравить на нас какой-нибудь ботнет и наши очереди может поплохеть а мы об этом не узнаем мы должны это видеть поэтому в fastq пишется очень много разной статистики есть куча разных счетчиков по типам состояния счетчики по очередям счетчики могут быть различные например считать сколько поступило в очередь заданий сколько было успешно заданий сколько там хранится заданий это все агрегируется и пишется влог но событий потому что много вот это все агрегируется пишется влог и отдается нашему корпоративному софту аналитики которые строят всякие красивые графики вот и делает по этому логу оповещение в случае превышения каких-то лимитов например у нас в какую-то очередь скопилось больше заданий чем нужно значит там какие-то проблемы значит нужно обратить внимание на это посмотреть работает ли провайдер или еще какие-то там случаи какие-то случаи могут быть вот такой график этот график показывает вот здесь вот есть наши очереди различные вот и это суточный график который показывает количество заданий поставленных в очередь такой очень красивый вот там куча всяких графиков и все такое да спланк вот это такая штука очень дорогая платная но очень крутая вот мы свое начальство уговорили купить и очень довольны собственно где эту штуку используем fastq проверка доменов наше основное взаимодействие с платежками почтовые рассылки отправка ошибок с сайта в центре как ни странно мы используем центре для систематизации ошибок сайта вот и было время когда у нас в центре глючило когда кто-нибудь выкатил на проток какую-нибудь багу и ошибок сразу резко становилось огромное количество центре наш зависал и весь взвешил вообще наш сайт вот поэтому это перенесли в очередь и сразу все стало хорошо отправка запросов в техподдержку когда на сайт заходите и пишите какое-то злостное письмо или доброе вот это все через очередь отправляется в нашу систему тикет систему ну и собственно через очередь может проходить любая медленная операция которую не может ждать пользователь онлайн у меня все спасибо 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 спасибо